Добрый день, с вами Александр и мы продолжаем экскурс по оружию раннего Средневековья. Сегодня я вам расскажу про такую замечательную вещь, как меч. Этот меч по классификации, меч тип Х, чем он замечательный? Он простой, у него практически нету ничего. Кроме клинка и самой рукояти. Рукоять без изысков, как вы видите, без всечки цветного металла, без литья. Так сказать, простой рабочий инструмент. Меч бытовал в период середины 10-го, середины 11-го века. Этот меч у нас находится в ножнах. Ножны сделаны очень просто. Ну, как просто? Это, вот я специально взял ножны, которые не доделаны, чтобы был один. Внутри ножен вставлен мех, меховой чехол. Меховой чехол вставлен в чехол изо льна и сбоку вставлены деревянные планки. То есть сбоку он ничем не защищен, клинок. Так же, как и здесь. То есть функция ножен нужна исключительно для переноски. Этот меч, чем он хорош? Тем, что его можно без зазрения совести использовать в бою. Так как рукоять ничем не украшена драгоценными металлами. С ним можно ходить в самые лютые бои, не боясь чего-нибудь поцарапать и там что-нибудь с ним сделать еще. Меч тип Х, меч королинского типа, так называемый, времен. Пошел он с так называемых империй королинков пришел. Он был распространен как и на Руси, так и в Европе. Мечи такого типа отличались исключительно только в основном рукоятью. То есть сами клинки королинского типа, они были одинаковые практически всегда, за маленькими исключениями. Меч в виде сделан сужающего к концу калина, но он не до остроты, то есть не совсем конус идет. И дола, который идет практически на всю длину. Даже заточенным, с таким вот, грубо говоря, скруглением, можно человека вести в недееспособное состояние очень легко. То есть он его проткнет. Доспехов практически не было. Доспех был кольчуга. Кольчуга, он тоже был, наверное, тоже распространен. В основном люди ходили в бой в легкой броне, так называемой, либо в кожаной рубахе, либо вообще без доспехов. Так что полностью затачивать его смысла не было. Уже более кленовидные, так сказать, как стилет, появились, когда кольчуга начала появлять массовый характер на поле боя. И уже у большинства начали появляться доспехи. Этот меч в период 10 века, когда доспехов практически не было. Не то, чтобы там кольчуг, шлемов, вообще не было практически доспехов. И люди шли в бой в одной нательной рубахе, в которой они, может быть, и ходили просто так по городу, там, на работу, там, в магазин. Ну, грубо говоря, то есть по современным языкам. Так что затачивать его на полностью остром смысла совершенно не было. Вес порядка, в зависимости от исполнения, от 900 грамм до 1,3 кг. Меч — это оружие высшего воинского сословия. То есть человек, профессиональный воин по современности. Человек, который в воинской касте со времен... То есть он с детства, у него родители воины, и у него, скорее всего, и дети будут воины. То есть он не будет стоять за плугом, не будет стоять у кузницы, у наковальни. Он именно профессиональный воин своего времени. Ну, сейчас сделать меч, в принципе, это меньше месячной зарплаты обычного слесаря, так сказать. Можно взять меч, грубо говоря, и за 10 тысяч рублей. Ну, если брать уже хорошую реконструкцию меча, точную, где уже будет пакетная сталь идти, опять же, навершия из гарды будут художественно обрамлены, то есть там сечка, там можно купить и за 100, и за 120 тысяч мечей. То есть я говорю именно про простой меч, типа вот такого, то есть, которого... Не пакетная сталь, нету всяких изысков ювелирных на рукояти. А тогда меч стоил очень дорого. То есть это даже на современный лад, это не месячная зарплата, я бы сказал бы. Это может быть даже полугодовая зарплата обычного, ну, среднестатистического человека. То есть работа.